Помощь детям с ограниченными возможностями. Карагандинский филиал Альянс Банка в рамках республиканской акции «Дорога в школу» вручил 20 учащимся рюкзаки со школьными принадлежностями. Воспитанница Центра помощи детям-инвалидам лучик Надежды Айгуль Балмагомбетова занимается танцами более пяти лет. Девочка является призером многочисленных конкурсов. Несмотря на то, что Айгуль инвалид с детства, она не замыкается в себе и стремится самореализоваться. А мечта у нее одна. Я когда танцевала, я не могла запомнить, просто танцевала. Она мне просто подсказала, так, так, я вот стала стараться, и все получается. Какая у тебя мечта? Моя мечта? Знаете, какая? Я хочу маму и папу. Вот, не знаю почему, но я хочу о всей души, хочу маму и папу. Акционерное общество Альянс Банк является одним из ведущих казахстанских банков и успешно работает на рынке банковских услуг уже более 15 лет. Нужно отметить, Альянс Банк постоянно уделяет большое внимание социальным проблемам, активно занимается благотворительностью. Доказательство тому – сегодняшнее мероприятие. Директор карагандинского филиала Альянс Банк Жаслан Байзаков вручил 20 воспитанникам Центра помощи детям и инвалидам «Лучик надежды» рюкзаки со школьными принадлежностями. Первоклассники будут. Идем сюда. Вот. Все первоклассники? Да. В школу покой. Идем? Как вы знаете, в республике была объявлена масштабная акция «Дорога в школу». И в рамках этой акции наш банк тоже принял участие в этой акции. И в рамках этой акции мы решили поддержать детей с ограниченными возможностями. А в частности это общественный фонд «Лучик надежды». Мы сформировали рюкзаки, в котором есть школьные принадлежности. И вот сегодня решили подарить их детям. В нашей области насчитывается более 5000 детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день около 160 детей и инвалидов занимаются в Центре «Лучик надежды». У каждого из них есть мечта. Кто-то хочет стать певцом, кто-то мечтает выступать на большой сцене, а кто-то просто хочет быть здоровым. Если ребенок признан необучаемым по заключению по МПК, и в дальнейшем, пусть это он сразу не в 6 лет, не в 7 лет пойдет в школу, а пойдет в 8, в 9 лет, но он пошел в школу. Это результат? Это результат. Если ребенок боялся не то что бегать, он просто боялся ходить, у него ориентация была потеряна, а сейчас ребенок бегает, на определенной дистанции забоевывает медали, пусть это специальные соревнования, это результат? Это результат. Словом, им уделяется особое внимание. И принять подарки от Альянсбанка для них только в радость. И благодаря Альянсбанку, вот эта акция прошла у нас. 20 деток, которые идут в первый класс, которые учатся уже в школе, детки с ограниченными возможностями, детки из малообеспеченных семей, они получили подарки в виде канцелярских товаров, для того, чтобы эти дети могли пользоваться ими в школе. А мы, в свою очередь, мы, конечно, рады тому, что мы нашли новых друзей, новых партнеров. И я думаю, что дальнейшая наша дружба будет продолжаться. Дарить подарки школьникам на 1 сентября стала доброй традицией в Альянсбанке. Уже третий год банк обеспечивает канцелярскими принадлежностями тех, кто в этом нуждается. И, как отметил директор Альянсбанка Жаслан Байзаков, это только начало их большого пути. Глава государства всегда говорит, что бизнес должен быть социально ответственным. Я думаю, что это одно из направлений нашего бизнеса. Мы здесь работаем и мы должны в меру своих возможностей помогать, оказывать благотворительную помощь, спонсорскую помощь местному населению. Но сотрудники банка в этот день не ушли без подарков. Благодарность дети продемонстрировали свои таланты, встретив гостей яркой концертной программой. В завершении всех ждал праздничный обед, который организовали представители Альянсбанка.